Всем привет! Сегодня назрела такая ситуация на стране, что надо поговорить о ней, а именно что кусы-покусы и собаки-владельцы на сегодняшний день занимают одну из первых страниц прессе в СМИ. Поэтому мне тут звонили и даже мне пришлось выступать на нашем питерском телевидении по этому поводу сказать то есть свое мнение опять же. И я решил тут накропать все-таки небольшой этот самый очерк по этому поводу и сейчас хотел бы его донести до вас. Ну и конечно еще поделиться своими мыслями. Постараюсь говорить более по простому, чтобы было понятно любому гражданину нашей страны, независимо от его кинологической квалификации. Называется так, собаки все способны убивать. Ну действительно же собака это хищник, это дураку понятно, даже декоративная собака. Она имеет зубы, она имеет челюсти, но другой вопрос кого она будет убивать, это стоит остро. Или она будет убивать людей, или она будет убивать себе подобных, или она она будет убивать мышей, там я знаю тараканчиков, там пауков, или кого-то еще. Но по своей натуре любая собака, она происходит и происходит от хищников и все эти повадки в ней до сих пор присутствуют. Независимо там в принципе от породы. Другой вопрос, что там есть определенная психика у каждой собаки, как и определенная психика у каждого человека, понимаете, все люди тоже разные. Хотя мы вроде бы представляем человечество, то есть мы как бы все человеки. Но мы все совершенно индивидуальные. Ну то, что конечно сегодняшние домашние собаки утратили все качества диких сородичей в основном, но стаяными животными остаются и поныне. То есть если любую собаку декоративную, или служебную охотничью поместить в стаю, у них все равно выстроится иерархия стая, и они будут вести себя так, как надо вести себя в стае, а не по-другому. Ну конечно в любой стае очень важен лидер, который будет участвовать в решении внутренних конфликтов этой стаи, будет руководить охотой, будет руководить какими-то действиями. Но на сегодняшний день этим лидером должен быть конечно человек, если он покупает собаку, приобретает собаку, щенка, я имею ввиду, конечно свою роль, он должен именно понимать, что его роль будет именно лидером. То есть собака всегда находится в человеческой стае и ее место всегда внизу, то есть последнее она в этой иерархической линейке должна занимать. Вот тогда будет счастье в этой семье, другому никак. Так как мы сегодня затрагиваем тему агрессии собак, то необходимо нам вспомнить, какие собаки-то бывают, то есть какие бывают породы, какие бывают группы пород, и породы подвержены поле направленное на нападение и на агрессию не только к человеку, что я имею ввиду, но и к себе равным там, допустим, или к животным диким. Ну это первое на первое, это конечно стражевые все собаки. То есть эти собаки специально выведены были для охраны, как территории для охраны стадов домашних животных. Это были помощники пастухов. Конечно, эти собаки достаточно агрессивны, недоверчивы к посторонним людям. Поэтому, заводя такую собаку, человек должен иметь, конечно, какую-то все-таки маломальскую квалификацию. Я имею ввиду, как собаковод. Я не говорю про кинолога. Кинолог это вообще название очень высокое, понимаете, и оно совершенно многим не подходит, даже заводчикам. Потому что кинолог это человек, который занимается, в принципе, кинологической наукой. А собаковод это человек, который непосредственно живет с собаками, занимается или разведением собак, или дрессировкой собак и так далее, понимаете. Это вот я считаю так. Значит, я не буду перечислять все старые живые породы собак. Их очень много. Сейчас я могу даже примерно на вскидку перечислить их. Но это где-то, если взять первую-вторую группу, первую-вторую группу ФЦИ, это где-то порядка ста пород будет. Поэтому не стоит их перечислять. Ну, конечно, у нас, в повседневной нашей жизни, в основном используются в охране собаки. Это среднеазиатская овчарка, кавказская овчарка. Кавказская овчарка вообще считается лучшим в мире охранником. Но и в то же время она представляет собой достаточно серьезную собаку, с которой не так-то просто целовать. Мне могут сейчас люди сказать, что да ерунда, все нормально, у нас такая послушная собачка. Нет, нет. Кавказские овчарки очень своеобразные, достаточно свирепые. И очень сильные, очень сильные. И поэтому такие собаки, как правило, используются для охраны уже на таких территориях, которые действительно требуют такой охраны. Ну, это я имею в виду лагеря, это вот тюрьмы по периметру, они там, как правило, находятся. Ну, и некоторые за эти самые любители капказской овчарки тоже заводят для охраны своей приусадной территории таких собак. Мне кажется, среднеазиатская овчарка в этом попроще. Ну, немецкая овчарка само собой и восточноевропейская само собой. То есть это служебные собаки универсальные, которые как раз из поколения поколения дрессируются именно на защиту, на охрану, на поисковую работу, на следовую работу. Ну, это невероятные собаки, которые используются. Ну, это я говорю о том, что это как бы популярные, которые мы все знаем. Я же не буду говорить о каких-то таких породах, о которых, в принципе, не все знают. Кинологи и заводчики, они знают все породы, слава Богу. Поэтому, в принципе, я говорю с людьми, просто обыкновенными любителями собак. Хочу вам рассказать это все, донести. Ну, значит, помимо служебных собак, конечно, есть так называемые бойцовые собаки. Ну, это, в принципе, бойцовые собаки, это просто, они никогда, никогда издревле не нападали на людей. То есть, это было тобой, это было запрещено. И, в принципе, таких собак просто уничтожали сразу. Но, в сегодняшней жизни все изменяется, все изменяется. Многие люди покупают собак бойцовых пород специально для того, чтобы сделать их защитник. То есть, как бы, ну, телохранители-то из них плохие, я имею в виду, но защитники из них очень хорошие. И поэтому, такие люди, в принципе, дрессировщики, которые начинают заниматься такими собаками именно на руках, на притравке, то есть на человека, это, в принципе, они совершают преступление, потому что такие собаки также начинают воспринимать человека как хищника, как животное, и также начинают с ним вступать такой же конфликт, то есть смертоубийственный конфликт при любой стычке. То есть, такая собака действительно очень-очень свирепая, вязкая, и если она зацепилась, то она старается, конечно, добиться того, что этот объект нападения, пока он, значит, не перестанет дергаться, она не успокоится, ну, то есть, вы понимаете. Такие собаки, такие собаки, разумеется, должны всегда находиться на морднике, всегда у них должен быть отличная амуниция, хороший, мощный ошейник, желательно, желательно проверенная рулетка, не длинная, потому что на большой рывок не надо рассчитывать, ну и, конечно, такой собакой лучше, лучше, так называемой защитницей, лучше в городе не жить. Я занимался сам, еще перед 2000 годом у меня были петбультерьеры, но в конце концов я отказался от этой породы, отказался от этой породы потому, что щенков продавать просто дебилом, очень много было дебилов, понимаете, именно покупателей. Люди совершенно не понимали, зачем они покупают, они не понимали, что они покупают и для чего они это все покупают. Это, как правило, на удивление, в Санкт-Петербурге, в основном петами занимались дамы, то есть девушки такие, шизанутые, их очень было много, и они занимались этими петами, значит, они там ходили в парке, делали притравки друг на друга, ну и, то есть, занимались как бы разведением. Ну, а покупатель, покупатель, зная только одну сторону, что эта собака порода свирепая, значит, покупали этих щенков для того, чтобы сделать этих защитников, то есть защитников от людей. Это была ошибка, это была ошибка, потому что таких собак ни в коем случае нельзя притравить, именно на человека. Ну, и в это же преступление, конечно, вливались сами же дрессировщики, потому что дрессировщик прекрасно понимал, что перед ним, что представляет этот собака для социума и насколько это серьезно. Ну, и, конечно, если вспоминать девяностые, там, как раз девяностые, то есть вот двухтысячные, это бы считалось тоже прилично иметь собаку такую любому там запальцованному, как помните, кренделю, это было для него, ну, нормально, нормально. И таких собак можно было, то есть продавали фактически по тысячу долларов. Она вообще не сопоставимая, ни с чем, ни с чем. Ну, собаки, собаки не способны выполнять социальные установки людей, просто-напросто. Мод собак не может анализировать поступки, которые она совершает. Животные не понимают, что такое сегодня и что будет завтра. Они живут своей ежеминутной жизнью, основываясь на законы, которым им дала природа, а не человек. Это надо понимать тоже. Потому что многим владельцам кажется, что у них собака все понимает. Вот буквально все же. Вот она смотрит, она все понимает. И, наверное, собака, как правило, сейчас вот что-то помнит, а через минуту она уже не помнит. Ну, владельцам, конечно, необходимо знать психологию собаки и законы стаи. Ну, я, как и сказал, собака с детства должна понимать, где ее место в семье. Значит, ну, свой статус, это, конечно, ее низшее положение в этой семье. Должно быть всегда, независимо от размера, независимо ни от чего. То есть, собака всегда важна быть внизу. То есть, надо всегда ее пускать. Потому что собака, в принципе, всю жизнь свою, вот сколько она будет с вами жить, она будет всегда стремиться занять место лидера. Ну, и, по крайней мере, рядом с лидером. Поэтому вот эти поползновения на диваны, там полежать, понимаете, там что-то, когда вы уходите, потом вот это что-нибудь порвать, нагадить. И вот это все проявление, кстати, у меня лидерства. И эти хлопоты, как правило, человек сам создает, сам себе изначально. Когда щенок совершенно маленький, сопливый ходит, вместо того, чтобы его правильно воспитывать, все люкаются, усюкаются, усюкаются до тех пор, пока эта собака не начнет уже, понимаете, просто-напросто быть опасной. Вот, далеко ходить не надо тут. Значит, я тут еще занимаюсь тибетскими мастифами, слава богу, больше 20 лет. И тоже вот приезжают люди и говорят, а как тут учить собаку кусать, чтобы она не кусала за руки? Или там, допустим, я выхожу на улицу, я в руховицах ухожу и в шубе, потому что меня собака кусает за руки. И это самое, то есть, я имею в виду, и он еще щенок. Я просто говорю, понимаете, он щенок, но когда этот щенок будет уже не вортом, допустим, или он уже будет взрослой собакой, и продолжать так же кидаться на вас в счастливом порыве, и еще прикусывать, так это будут уже не синяки. Ну, люди это понимают слишком поздно, когда случается беда. Когда случается беда. Тем более, тем более многие покупают, как я сказал, щенков, то есть щенков какой-то породы, совершенно не ориентируясь на психику этой породы, для чего эта порода была создана. Просто так, вот, кино увидели, увидели рекламу какую-то в журнале, какой-то артиста с этой собачкой, или кино с этой собачкой, и давайте купим, ну, давайте купим. Едут и покупают просто-напросто. И сколько угодно таких собак. Особенно мне нравится, когда городские жители покупают охотничьих собак, и с этими собаками они охотятся. А такие собаки, как Покс-терьер, Ярд-терьер, Дель-терьер, ой, ну, пускай Дель-терьер, ладно. Этот самый. Джек Рассел-терьер. Ё-моё, это же собаки ураганы. Им бегать надо, им прыгать надо, им охотиться надо. Когда собака там находится в городе, и она не может выбегаться, у неё также возникает внутренняя агрессия. Плюс эти собаки очень заводные. То есть, я имею в виду, что заводные. Вот кто-то рытнул. Вот они вот встретились, допустим, на выгуле, да, кто-то рытнул, кто-то гопнул, кто-то схватил куда-то палку, тот же, он тут же поднимет, он станет эту палку отнимать, вот вам тут же сцепка, тут же начинается драка, понимаете. Вот. Ну, значит, что касается маленьких детей. Значит, сегодня, значит, были за последние вот две недели, три недели, значит, были два случая. Значит, Акита Инна прихватила ребенка Загорова. Вот. И второй был случай, это все дети, я имею в виду, до шести лет. И второй случай, кусила собака, не помню, какая порода, мальчика Загорова. И третий случай, значит, вот только что, буквально вчера, это среднеазиатская овчарка вышла, значит, через забор, дырка в заборе, он там периодически выходил. Значит, женщина ехала на велосипеде с сыном, и она набросилась на женщину. Вот, мальчик успел убежать. В принципе, он ее спас, потому что он домчался до магазина, позвал людей, но женщине руку, в принципе, он изуродовал, и женщине ампутировали труп. Вот так. Ну, хотел бы, значит, ко всем владельцам собак обратиться с такой просьбой. Собаку, собаку, конечно, надо водить на поводке. Ходить вот в городских условиях. Вот я живу здесь, во Всеворске, у нас здесь в принципе такое как бы поселение. В любом случае нельзя, чтобы собака шла без поводка. Ну, конечно, я не говорю про те какие-то минимальные проценты людей, которые дрессируют своих собак до автоматизма. Ну, хотя, хотя с одной собакой можно справиться, то есть ее насадить там, понимаете, остановить. вот у меня было четыре немецких общарки. Я с ними ходил, понимаете, панцы кидал. Это в 90-х годах. Было четыре немецких общарки. Я ходил с ними без поводка. Это я жил на комендантском аэродроме. Ну, и что? И все равно был случай. Перед нами проскочила кошка. Все. Кошка проскочила, и все эти собаки тут же рыбанули. Я дал команду, трое остановилось, четвертое унеслась. Унеслась куда? Пад автомобиль. Вот, хорошо, что просто-напросто она там под брюхом автомобиля прокатилась. А так бы конец. Ну, и то же самое я имею ввиду, что если вот гуляем, допустим, с какими-то терьерами, не знаю, еще с кем-то, с теми же бойцовыми собаками, не знаю, быть уверенным, что такое количество собак ты остановишь. Нет никакой уверенности. Поэтому если гулять с собакой, если гулять с собакой, то надо гулять, но не больше двух. Потому что у человека две руки, держать собак можно правой и левой рукой. На сворке можно, конечно, держать четыре таксы. То есть две тут, две тут. Поймите правильно, когда критическая ситуация, и у вас даже две собаки, даже две собаки, то вы не знаете, что делать. Потому что та собака пошла во гречью, эта собака тоже рвется, вы эту собаку держите, спасать, разнимать, вы ничего не можете делать. Вас держит эта собака, потому что вы не можете с этой собакой уже подойти к той собаке. Потому что там какой-то клубок идет. В случае чего эта же собака, которая у вас в этой руке подлетит и будет драться, защищать свою собаку. Ну то есть это дурдом, понимаете? Для того, чтобы вот так смело гулять, смело гулять, но по-крайней мере не знаю, надо быть сильным человеком, надо быть сильным человеком, уверенным, что он справится с этими двумя собаками в критической ситуацией. Тем более если собаки конечно не маленькие. Пускай это даже среднего размера собаки, я уж не говорю о каких-то гигантов. Во-вторых, когда ты гуляешь с двумя собаками, вот допустим, одна, таких случаев миллион же, и каждый мне скажет, что да, это было. Допустим, одна собака допустим, рванула вперед, а другая чего-то испугалась, допустим, какой-то выстрел, там еще машина хлопнула, а другая рванула назад. И вот когда рванула назад в этот момент, она может выгнуться через затылочный бухгут, поймите, опеньки, и ошлиник вылетает, и собака понеслась. То есть догнать эту собаку уже не можете, потому что у вас опять же собака, вот это в руках. Так вот теряются собаки тоже, которые пополняют у нас эти приюты и никому не нужны, по большому счету. И это самое бродячие стаи бродячих собак. Но это не только от этого случая они его пополняют. Как правило, пополняют эту армию те, кто уже наелся этими собаками, понимаете, вот покупают собаку ребенку, как правило, масса приезжает людей, которые, понимаете, покупают собаку ребенку. Ну правильно, я в принципе всегда поддерживаю. Это все правильно. Потому что если ребенок растет в принципе с животным, с собаками, то он становится все-таки добрее, он понимает, что надо о ком-то заботиться. Но тут есть ошибка. Как правило, дети быстро наигрывают с животными. Это естественно. Потому что ребенок не понимает ответственности. Хотя родителям так, что он будет ответственный. Как правило, в массе своей дети всегда наигрываются с животными, потому что компьютерные игры намного интереснее. И начинается с того, что Петя, надо с собачкой пойти погулять. Не, мама, я не пойду, я лучше поиграю. Вот такие песни. И начинается с того, что собаку раз днем перестают выгуливать после школы, потом вечером тоже никто не выгуливает. В конце концов выходит папа ходит пять минут, потом приходит домой, начинает мычать, заколебали ваши собаки, мы покупали собаку ребенку. Ну вот и рано или поздно эта собака как правило так как она не нужна, не нужна никому, всем лень живет. Как я говорил, она же конечно на поводке, как правило это ее просто-напросто прямо с порога отпускают, она понеслась по округе здесь носится. Она может допустим кабель может уйти спокойно потеряться, уйти по следу какой-нибудь течной суки. То же самое. Также собаки допустим со слабой психикой могут спокойно испугаться какого-нибудь выстрела, просто громко тоже убежать. Ну вот так вот в принципе масса случаев, когда собак привязывают, просто оставляют где-то на дороге. эти собаки бедные просто такие люди, ну люди такие, ну что делать? Эти собаки остаются одни, брошенные, сколько случаев считаю в соцсетях. И как правило никто их и не ищет, никто их не ищет. То есть перекрестили, слава богу, сзади ногой об этом и это самое. Конечно, 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 все собаки, собаки ни в чем не виноваты. Я ни в коем случае, я всегда против, против того, чтобы предъявлять именно к собаке или порой какие-то угрозы. Угрозы, то есть я имею в виду запреты. Давайте запретим вот эту породу, давайте запретим вот эту породу, а давайте запретим вот эту породу. А давайте запретим вот эту. Таким успехом можно запретить тоже массу людей. На хрен нам? Давайте вот ну средним всех и все. Ну такие, как муравьи все. Все породы, все породы, породы я имею в виду, прошу заметить, все породы создавались всегда изначально планомерно и для чего-то. Ни одна порода, ни одна порода не создавалась для того, чтобы она убивала своего хозяина и своих домочадцев. Наоборот, собака всегда была защитником, собака была всегда охранником дома, собака всегда была помощником и нет ни одной породы, нет ни одной породы, которая была бы просто вот монстром. Монстром делают эти породы только люди, только люди. Поэтому, конечно, должна быть серьезная законодательная база, обязательно должны быть жесткие наказания именно владельцев собак. Законы должны выполняться, должны быть едины для всех. Только в этом случае можно добиться того, чтобы собаки не нападали на людей, не нападали на детей, были неуправляемые, сократить огромное количество бездомных собак. Поэтому, вот есть масса стран, нету просто бродящих собак, их вообще нет. А у нас, пожалуйста. Вот вы думаете, что такое приюты? Приюты, это не спасает ситуацию. Приюты это так, как вы знаете, показуха. Показуха, что вот у нас мы такие хорошие, пушистые и молодцы собак в приютах, понимаете, будем содержать, собирать и продавать, то есть и будем раздавать их потом на ярмарках, и в соцсетях там делать рекламу, это все чепуха. Это все чепуха, это, в принципе, в принципе, хорошее такое подспорье тем, кто содержит приюты. Если, конечно, эти приюты поддерживаются районной администрации, как-то, как-то. Но случаются потом такие периоды, периоды, когда просто-напросто эти приюты сами бегают, им жрать нечего просто-напросто там, кормить собак этих нечем. Значит, я считаю, я считаю, что правильно надо поступать так, что, в принципе, если мы отлавливаем собак бродячих, то система должна их кастрировать там кобелей, понимаете, сук стерилизовать и опускать в то же место, где их и нашли, в те же стаи. Потому что этих собак потом, то есть, если они придут вот на это же место, в эту же стаи, их там вспомнят и их там туда пустят. Но эти собаки не смогут размножаться. Это самое главное. Потому что, в чем опасность, допустим, тех же нападений собак в городе? Это нападение происходит тогда, когда человек или ребенок вторгается в пищевую базу, где у них кормовая база, то есть, я им везу помойки какие-то, то есть, где они постоянно подъедаются. Вот там они могут охранять. И когда отечные суки. Вот когда отечная сука, когда это так называемая собачья свадьба, вот тогда, конечно, собаки, особенно кобели, агрессивны. Агрессивны. Они не только агрессивны друг другу, так же они агрессивны и к людям. Которые могут попасться вот на их пути. Потому что, я их наблюдал и на детских площадках, и на школьных территориях. И где угодно. Эти собаки, то есть, они вот бегут, то есть, вот сука бежит, и за ними там будет 25 собак, 25 кобелей. Они будут периодически драться, эту суку вязать. В общем, полный дурдом. Вот такие, вот такие, конечно, вещи. Вот надо, должны реагировать. Ведслужбы, контрольные службы, которых, мне кажется, ни хрена нет. Которые эти деньги просто проедают, прожирают, понимаете, и все, и приваривают. В приюты, в приюты должны попадать собаки. Ну, конечно, прежде всего, породные. Породные. Где есть надежда найти хозяев. Потому что, в таких мероприятиях, как салюты, Новый год, вот это, когда их канонада, масса собак просто-напросто срывается, убегает. То есть, когда собака испугана, и когда идет постоянная стрельба, собака несется, чтобы где-то укрыться. И она не запоминает, понимаете, откуда она вылетела, и куда она убежала. Она может промахать 5 километров. А в городе, это, и не найти дорогу обратно. Вот таких собак, в принципе, надо и съезжать в приютах. Искать, искать владельцев. То есть, должны быть сайты, где, это самое, общественные, где должны опубликованы быть эти собаки, чтобы каждый знал, где можно искать. Потом, значит, в приютах, в приютах должны проходить реабилитацию больные собаки, конечно. Понимаете? Больные собаки. То есть, они должны там, после лечения ветеринарами, они там должны проходить реабилитацию. Просто-напросто. Вот и все. Вот значение приютов. А не то, что они там собрали горстку, и вот они там их держат, в этих клетках, понимаете, и клячут. Дайте нам пожрать, дайте нам вот это, дайте нам вот это, дайте нам денег, дайте нам вот этого. Приют не решают ничего. Учитывая поголовье, допустим, в том же Санкт-Петербурге, бродячих собак, оно сумасшедшее. И кошек, я имею в виду, конечно. И приюты никогда с этой задачей не справятся. Понимаете? Потому что переловить собак невозможно. Возможно только таким путем, таким путем, чтобы была ответственность. ответственность каждого человека, вот приобретая собаку, за свое животное. Значит, лучше всего, конечно, чтобы все собаки, но сейчас, в принципе, к этому не уйдут, были чипированы. Потому что, что такое чип? Чип обживляется, такая маленькая штучка, обживляется под кожу, как правило, это в области холки. И там все данные о владельце, телефоны, кто, чего, паспортные данные. И это считывается, вся информация считывается, в принципе, на расстоянии. То есть, там достаточно провести в области холки, или с полуметра, и вся информация тут же выскочит на сканере. Все. Будет понятно, откуда собака появилась, и кто у собаки владелец. Вот в этом случае, я думаю, и можно тогда и предъявить какие-то претензии. В случае, что если собака брошена, если собака там, допустим, находилась в этом месте, то есть, привязана где-то еще чего-то, то есть, можно привлечь этого владельца вплоть до уголовной ответственности. Ну, вот я же говорю, и, конечно, 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 ни в коем случае я хотел бы сказать всем, если гуляют дети, и если гуляют дети. Собака должна, вы там не гуляйте, возьмите на поводок свою собаку и идите в другое место. Потому что ребенка, ребенка, вот знаете, многие говорят, ой, а наша собачка как, или детей любит, вот так она, или детей любит, а вот, а вот, а другая не любит. потому что ребенка, ребенка, в принципе, многие собаки не воспринимают как человека. Они его воспринимают это самое, как, какого-то себе подобного, и, достаточно, это, многие собаки не любят детей. Это ошибка. И еще, значит, когда собака нападает, вот собака нападает, начинает прикусывать, когда начинается крик, это провоцирует собаку на то, чтобы она еще сильнее нападала, потому что когда идет виск-писк, собака хочет, наоборот, быстрее придушить, там, не знаю, заткнуть, чтобы вот этого не слышать. Так же и стая вся нападает. То, допустим, с стаи, да, вот напали на кого-то, кто запищал, без питомника, то есть вся стая набросится именно на это, кто пищит. Ну, что такое собаки? Ну, если одежда то еще спасет, а если это голые руки, там голые ноги, то это страшные покусы, это страшные разрывы, особенно, если касается это больших собак, больших собак, а уж не говорю про служебных, допустим, те же овчарки, там, ротвейеры, доберманы, то есть тех собаки, которых учат кусаться по-настоящему, то есть делать трепок, а трепки делаются для того, чтобы собака рвала ткани, понимаете, ломала какие-то кости, я имею ввиду, вот если вот это вот рука, это страшное дело, поэтому ответственность, прежде всего ответственность, вот к чему я призываю, я призываю всех людей, всех людей, которые приобретают, ну, понятно, всех животных, потому что любых животных, хоть птичка-канарейка, хоть и рыбки, это все равно ответственность, относиться к этому ответственно, а не так вот тяп-ляп, надоело, понимаете, вот там вот, сколько случаев, когда кошек выкидывают, какие-то зверелые молодые люди, то собак, то щенков из окон, вот, и если это все проходит на уровне какого-то штрафа, штрафа там в тысячу рублей, ясен пень, что вот это не повлияет ни в коем случае, ни в коем случае, вот тут как раз должны быть штрафы, если уж штраф, так штраф, чтобы этот товарищ запомнил, что в следующий раз он просто останется без портов, каких-то случаев экстремальных, значит, должна быть посадка просто-напросто, надо сажать таких владельцев, и когда каждый будет знать, что его посадят, он будет себя вести по-другому, вот и все, и, конечно, совершенно не хотелось, я просто общался с журналистами, журналисты вообще ни черта не понимают, понимаете, они просто раздувают кодила, они не вдаются ни в подробность, ни в ситуацию, не вписываются, понимаете, им все равно, опаньки там, кого-то там покусало, кого-то там закусало, давайте посмотрим, или там стаи, там, где-то в Якутске стаи собак, понимаете, терроризируют какой-то там поселок, откуда они взялись стаи собак-то, а может, это самое, разобраться, откуда они взялись, и почему они там голодные и они там носятся, ясно-то они, что с голодной они, говоря, тоже не хотят, разбираться никто не хочет, и получается, что они потом там, сям, там это самое набросилось на того-то, там на другого, поэтому еще раз, еще раз, еще раз, ответственность, еще раз ответственность, покупая собаку, ты за нее отвечаешь, вот, это должен понимать каждый человек, если тебе собака надоела, если тебе собака надоела, значит, возьми, соберись, найди все силы, собаку свою усыпи, вот так, и больше ты собаку никогда не заведешь, и никого больше не заведешь, а не так, что мне собака надоела, я взял, пошел, ее там, где-то выкинул, оставил, бросил, на произвол судьбы, и она там будет голодная, или завязанная, привязанная, это самое, умирать, нет, так не пойдет, все, и хочешь, то это твоя, это собственность, значит, все, я считаю, в этом случае, должен хозяин принимать сам решение, именно, именно, не сдавать куда-то, нет, он, конечно, может его продать, ради бога, он может продать эту собаку, он может найти руки, это самое гуманное, но не сдавать ни в какие там приюты, потому что эти приюты забиты с этими собаками, все, если ты вот так, не можешь ничего, значит, принимай решение, ну а что, да как по-другому, как по-другому, по-другому никак, по крайней мере, в нашей стране, потому что в других странах, в других странах, я же говорю, в цивилизованных странах бродячих собак нет, там все на учете, и все боятся, и знают, что найдут твою собаку, тебе не поздоровятся, там есть, у нас есть, вот, в Росглаве, там 350 тысяч, у нас, у нас нет службы, допустим, тоже, защиты животных, которые, допустим, есть в Америке, в США, там, там люди приезжают, разбираются, забирают, лечат, отдают приюты, потом сами же, за этими собаками еще в очереди стоят, у них приютах порой нет собак вообще, потому что там всех собак разбирают, разбирают граждане, а у нас, как не откроешь эту газету там, или соцсети, постоянно стон из этих приютов, у них денег нет, кормить нечем, помогите, 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 так что надо подумать хорошо, прежде чем брать животное, потому что, я понимаю, сейчас время тяжелое, у нас всегда тяжелое, в нашей необъятной стране, я не помню, когда у нас было легкое время, ну и брать животное, чтобы поиграть, это неправильно, это не так, это преступление, фактически, удачи всем, считаю, думаю, что вам было интересно послушать мое мнение, хотя кто-то, может, со мной не согласен, до свидания.